МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По состоянию детских садов, которые мы построили, нашими специалистами на постоянной основе происходит мониторинг ситуации для того, чтобы в летний период времени произвести какие-то работы по устранению тех недочетов, которые возникли в ходе эксплуатации детских садов. В связи с тем, что детские сады вводились в осенне-зимний период, мы как бы знали о том, что некоторые виды работ потребуют какой-то доработки, переделки. В основном это работы, касающиеся благоустройства территории. Если смотреть на этот детский сад, то вы видите, что здесь эти проблемы присутствуют. Нами в конце апреля месяца составлен предварительный график устранения недочетов, недоработок, проблем по детским садам, введенным в 2015 году, за счет гарантийных обязательств наших подрядчиков. Эта работа начата. В этом детском саду мы планируем с 10-го числа приступить к выполнению работ по благоустройству, которые будут закончены в течение двух недель. «Обойдя данную территорию садика, можно сказать одно, что деформации отмостки и тротуаров связаны с деформацией слабо уплотненных грунтов, так как я понял, что работы проводились в ноябре-декабре, поэтому данные дефекты не влияют на несущую способность здания. По подпорной стене также, в принципе, нет никаких серьезных дефектов. Это отклонение свыше 1,75 высоты. То есть, если есть какие-то причины для того, чтобы пошли деформации данной стены, то можно устроить мониторинг геодезический, и отслеживать, раз в два года делать, и смотреть уже за подвижкой стены». «Мы систематически посещаем наши объекты и плотно сотрудничаем с оксием города. Поэтому проблему знаем изнутри и с самого начала. Составлены были в апреле акты, отдефектованы все виды работ, которые впоследствии нам предстоит еще устранить по гарантийным обязательствам. «Ну, ничего страшного я здесь не вижу. Поэтому с 14 июня за две недели до 1 июля мы устраним все эти замечания. К нам построен не первый садик по типовому проекту. То есть мы на Истынке, на первом микрорайоне, сдали точно такие же детские сады, которые работают в полном режиме, в полном объеме, и достаточно успешно. То есть замечаний по ним нет». «Мы закрываемся на ремонт с 14 июня по 30 июня. Нуждающимся детям, их 22 человека, у нас предоставлены сады, места в детских садах окрестных. 1 июля мы открываемся и помимо своих детей принимаем еще детей из тех садов, которые в июле закрываются на ремонт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова